И еще вопрос такой, это правда, что детям в школах продают наркотики? Итак, попытаемся ответить на эти вопросы. Ну, сразу хочется сказать, что наркотиков в школе, это правда. Вы знаете, вообще все, что касается здесь наркотики, не наркотики, а марихуану, это наверняка имеется в виду вопрос. Вы знаете, я до приезда в Канаду вообще не знала, как запах конопли, как это все пахнет. Вот, первый же мой день, когда мы зашли в дом, в котором мы сняли квартиру, этот запах, сначала он был с освежителем, там пах, был установлен освежитель воздуха в подъезде, и запах вместе с коноплей, вот это запах какого-то ментола получился. И я такая зашла, я запаха еще этого не знала, и говорю, ой, что так приятно пахнет? Потому что мне показался этот запах приятным, хотя он абсолютно неприятный. Вот, а муж моей подруги, который нам помогал и нас привез в этот дом, он говорит, Инна, это запах марихуаны, так пахнет марихуана. Кто-то у вас тут курит. Вот, и я сначала была в таком ужасе, потому что мне казалось, что я зря такой вот выходящий, я думаю, какие-то тут наркоманы у меня живут. Вот, а с жизнью оказалось и показалось, что здесь марихуана, ну как вам сказать, для того, чтобы вы поняли отношение здесь к марихуане, у людей, у местных в основном, это как обычным сигаретам. То есть, это не то, что они там что-то из ряда вон выходящее курят, здесь и взрослые, и дети все подряд. Вот у меня сосед, мы живем в очень хорошем районе, поверьте мне, в очень хорошем, престижном районе мы живем. И я думала, я приеду, я здесь этого запаха слышать не буду, довезти. Этот запах здесь везде доносится, просто люди курят более качественную марихуану, а не дешевую, которая вообще засмердюченная воняет. А более качественная, у нее запах более тонкий, менее грязный, но коноплиный, ты никуда от него не денешься. Он здесь везде вечером прогуливаешься, тут-тут-там проходишь, где-то проносится этот запах. У меня сосед за стенкой, сосед за стенкой курит. О чем мы можем говорить? Поэтому, да, дети, это известно. Я не знаю, как это происходит, торговля. Но в хай-скул где-то, я знаю, что они могут там приобретать. Я не знаю, кто там продает, но это в свободном доступе. А скоро закон у нас примут, так вообще можно будет и в любой аптеке, так сказать, купить себе. Поэтому вот это имеется в виду. К этому вопросу я хочу добавить, хотя меня здесь и не спросили. Меня спрашивали про жизнь в Торонто, что говорят, что это очень такой криминальный город. Любой большой город, он криминальный в любом мире. И Канада не является исключением. Здесь есть наркобароны, здесь есть мафия, здесь все это есть. И причем этих кланов здесь больше, потому что здесь это все многоценациональное. У каждой там национальности свое. Каждый день там стрельбы происходят в даунтауне, не в даунтауне, но в этих районах всяких разных. Убивают этих всех мафионеров и тем, кто с этим связан. Это все есть, это все есть. Об этом говорят меньше-больше, это все есть. Как любой мегаполис со всеми своими проблемами, это есть. Поэтому я сюда это вставляю. Что касается о том, жалею я или нет о переезде в Канаде. У меня есть видео, которое было практически неправильно понято зрителями о Канаде или Израиле, там где я рассуждаю. Наверняка вы знаете, о чем я говорю. Видео просто лидирует по просмотрам ежемесячно у меня. К сожалению, я не смогла, видимо, донести то, что хотела. Но смысл в том, что я очень рада, что мы приехали в Канаду. Я ни минуты не жалею об этом. Я рада, что мои возможности здесь намного больше, чем они у меня были там. И прежде всего, возможность того, что я больше могу быть со своими детьми и дать им больше. То, чего бы, по крайней мере, мне хотелось им дать. Это да, безусловно. И я себя могу здесь раскрыть в Канаде. То, чего я не могла сделать там. И я вижу в этом здесь больше возможностей. Здесь больше возможностей. Легче открыть бизнес. Легче начать его правильно. С правильными людьми, с правильными партнерами, с правильными клиентами. Это возможность здесь. Возможность есть это везде. Не поймите меня неправильно. Можно и на Украине, и в России, и в Израиле. Везде можно открыть бизнес. И всегда. Но именно правильно. Скажем так, более легко это сделать здесь. Более легко. Поэтому я не жалею ни в коем случае. Вы что, за такое счастье. Я каждый день благодарю Бога за то, что у меня была такая возможность в жизни. Я ей воспользовалась. Я ни минуты не жалею об этом. Спасибо за ваши вопросы. Спасибо за внимание.